Всем добрый день! Сегодня на ремонте у меня чиллер Шини. Китайский чиллер. Так себе качество. Достаточно простой. Здесь уже вот даже или вилку поставили вместо родного контроллера. Значит, у него утечка фреона произошла. Я его сначала весь в масле, он был отвез на мойку. Ну, здесь же на заводе. Керхером вымыл его. И стал искать утечку. Но это был, конечно, квест. Сначала я полез изнутри, через вентилятор. Это масло. Примерно место понял. Чтобы добраться до этого места, мне пришлось вырезать здесь вот эту вот пластину, которая закрывала конденсатор. Вот от нее куски. Вот она здесь во весь рост закрывала. Значит, дальше течеискателем место примерно я нашел. Понимаю, что дует оттуда прям в глаз. А где именно, не могу понять. Вот сейчас добрался до этого места. Вот так вот китайские наши друзья делают челера. Вообще, эти челера очень проблемные в плане утечек. Значит, вот здесь идут все трубы нагнетания, жидкостная, возврат из конденсатора. Они из жесткой меди, не отожженной. И что у нас происходит? Виброгасителя тоже нет. Когда компрессор включается, выключается, он немножко ее дергает, сворачивает. И со временем труба лопается. Я тут уже на этом заводе, наверное, штук восемь перепаял за последние полгода. Вот вам и заводской чилер. Еще у них теплообменники вот эти вот гниют. Где-то 5-7 лет эксплуатации на воде. И насквозь по воде прогнивают. Такие дела. Ладно, все. Сейчас будем устранять утечку. Опрессовывать азотом. Менять фильтр. Дозаправлять маслом. Здесь фреон не полностью ушел. Остаточное давление было где-то около 4 атмосфер. Поэтому масло менять нет смысла. Здесь синтетика 3МА китайская. Его можно МК-Рейт РЛ-32 заменить. Ну, либо дозаправить. Поэтому менять я его здесь не буду. Долью масло. Сейчас устраню утечку. Фильтр, ну, в принципе, я его менял, наверное, месяца 4 назад. Здесь была утечка. Вот эта вот трубочка капиллярная. Вибрация отломалась. Я ее восстановил. И, соответственно, я поменял фильтр. Фильтр тут новый, ДЦР-165 Дантес стоит. Поэтому, наверное, я его менять тоже не буду. Сейчас устраню утечку. Свакуумирую, поскольку он под воздухом не стоял. Докину масельца. Там у нас смотровое окошко есть. По окошку смотровому. Единственное, тут, конечно, еще понятно. Наверное, через сасывающую трубу придется дозаправлять. Вот, китайские копланды, они чем грешат? Тем, что у них нету как... А, нет, прошу прощения, здесь есть порт для заправки масла. Все, здесь нормально. Вот такой здесь бак небольшой совсем. Там, значит, китайцы ставят все отводы не пластик, а металл. Это гораздо дороже, чем пластик. Во-первых. Во-вторых, металл чернуха. Он у них гниет, дает страшный осадок. Я не понимаю, почему они это делают. Вот, там вот у них такой носочек стоит. Ну, вот, пожалуйста. Такой вот челерочек у нас. Сейчас будем его восстанавливать. Еще, что интересно, шильдики прикреплены у китайских на съемных крышках. Это тоже, конечно, не совсем правильно, поскольку эти крышки потом... Вот он. Вон они, шильдики. Эти крышки потом непонятно куда. на заводе пропадают. И понять, что это за шильер уже нереально порой. Да. Кстати, сейчас я не нашел шильдика. Реле давления защитное у них. Реле потока нет. Здесь часто размораживают эти теплообменники. Стоит только вот такой вот термостат. И он заведен в теплообменник. Но что-то как-то он кисло работает. Пока он сработает, уже, как правило, на заводе размораживается. Так что вот такие дела. Качество, конечно, так себе.